Добрый день, дорогие слушатели. На сайте arvegcenter.com продолжается программа про азербайджанского президента Гейдара Алиева. На вопрос, когда вы вступили в ряды Коммунистической партии, Алиева отвечает, в Компартию вступил во время войны в 1943 году. Я тогда был талантливым молодым человеком, то есть известным, поэтому вступить в Компартию не было для меня сложно. Но Алиев много раз сообщал, что Компартию вступил, когда работал в КГБ, то есть в 1948 году. На вопрос, какой пост вы занимали в Баку, в Азербайджане, он отвечает, здесь я возглавлял большое управление внешней и внутренней разведки КГБ. Конечно, внутренней разведки не бывает, она называется контрразведкой. В реальности Коскомитеты Союзных Республик не имели никакой возможности заниматься внешней разведкой. Эти возможности концентрировались в разведывательном управлении армии Союзным КГБ. В этом и причина того, что получившие независимость страны испытывали большие трудности в организации разведки. Алиев называет себя азербайджанцем и турком. Попытаемся выяснить, кто азербайджанец, а кто турок, и что общего они имеют. Название Адар-Падагам восходит к старым персидским словам. Адар-огонь-пад-место. Арабы, завладив Ираном, приспособили название области, то есть регионок своим фонетическим каноном, заменив Т на З, П на Б, К на Дж, Азербайджан. Впоследствии после монголов пришедшие в Иран пришлые кочевые племена позаимствовали, то есть усвоили это название области. Греческий географ Страбон пишет, что южная граница северо-восточной области Армении походит по реке Аракс, которая отделяет от Арпатакан, то есть Азербайджан, и Марастан, то есть Медии, от Армении. А на левой стороне Аракса была самая восточная область Армении, Аран, состоящая из двух частей, Арцаха и Утика. Ибн-Ифатих в своей знаменитой работе Албадам пишет, Аран первое земельное поместье Армении имеет четыре тысячи сев. Этот факт подтверждают многие древние и новые авторы, в том числе и историк советского Азербайджана Аббас Кулия Габаки Ханов, который пишет, исходя из различных обстоятельств и источников сведений, можно заключить, что правобережье Куры до места слияния с Араксом составляло часть Армении. Если долина Куры, Аракса, была исторической Армении, как случилось, что в мае 1918 года в Тбилиси она неожиданно названа Азербайджаном? Известный советский ученый-академик Бартельт, объясняя это название, пишет, «Для новой республики было выбрано название Азербайджан с той целью, что полагали, будто с установлением в Азербайджанской республике иранский Азербайджан и Азербайджанская республика объединятся. Иранский ученый Найотелла Реза пишет, «Народ Азербайджана, который в прошлом не раз воевал с азербайджанами, защищая свою родину и землю, был не согласен, чтобы название Азербайджан, кроме их народа и страны, имели бы еще и другие народы страна». Во время раздела Армении восточная ее часть подпадает под владение Персии, которая объединяет юго-восточную часть с Албанием, создает административную единицу марспанства с названием Албании. Армянецы смогли сохранить свое влияние только через церковь, албасский католикосат, подчиняющийся Эджмятину. Во времена персидского владычества разноязыки христианский народ Албании был подвергнут исламизации. Иранский и Азербайджан после походов турок, агазов, монголов, Тамерлана заполнятся среднеазиатскими кочевниками, которые заняли главенствующие положения в стране, смешились с местным населением. Так исчезла тысячелетняя культура марров, образовался некий средний язык, который более близок к турецкому, нежели языкам марров. Тюркские кочевники проникали в плодородную долину Армса как с севера, через Зербетские ворота, так и из Ирана. Турции, особенно последующие иранские властители, помогли этим племенам занять господствующие позиции в Карабахе, Щервании и Шаки. Пришли и начали ассимилировать Столышей, Татов, Лизкина, Варцев, Утийцев, которые были аборигенными народами. Армян ассимилировать было невозможно, и потому по отношению к ним был избран метод резни и депортации. На территории древнего Арана сформировался разнородный народ, который не мог с определенностью сказать, каким именем его назвать. Вместо национальности они называли себя мусульманами, то есть подчеркивали свою религиозную принадлежность. Этот народ был по существу сырым материалом, чем и воспользовались турецкие идеологи, чтобы использовать его в своих программных целях. И вот в мае 1918 года в Тбилиси музаватитская партия объявила о создании Азербайджанской республики.